Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Барусию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну и также не забывайте подписываться на мою группу вконтакте, либо же на телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании под этим видео, чтобы не потеряться в случае блокировки ютуба. Ну что же, сегодня у нас мало на самом деле матчей, вы это наверное поняли уже по хронометражу ролика, всего лишь 4, но это пока что, не знаю, может быть что-то и добавят сюда. Скорее всего могут добавить, если мы пройдем Барселону. Первый матч закончился нашей победой 3-1, все карьеры я стал теперь играть на легендарном уровне, вот, выключил соревновательный этот режим, поэтому посмотрим, что сегодня у нас получится. Играем, давайте будем сейчас отталкиваться наверное от игры с Барселоной, поэтому первым составом с Барселоной, вторым с Армении, поэтому здесь вообще без разницы каким составом мы будем играть против Майнца, но я бы хотел сейчас все-таки посмотреть, кто у нас более-менее там готов. А тут оба состава готовы, поэтому давайте все-таки уж первым составом мы отыграем, все-таки опробую на легенде сыграть против Майнц, тем более они идут еще и на последней строчке, вот, но посмотрим, посмотрим по форме, вроде как все должно быть, кстати, нормально, я уж подумал, что как-то будут сливаться, так вот на фоне там показалось, ну что же, поехали. Ну что же, Майнц принимает Дорфмундскую Боруссию, Мэва Арена, 25-й тур Бундеслиги, ну и посмотрим, что у нас сегодня получится на легендарном уровне сложности. Мален, Холланд, Холланд, какой удар, ну в самую девятку, как по мне, в этом-то и плюс, то, что у нас есть такой нападающий, просто отдаешь ему передачу, дальше все делает норвежец сам, 1-0. Потому что проблемы могут возникнуть, а вот и Мален, а вот и Мален, Мален, 2-0, 37-я минута. Получилось увеличить преимущество Дорфмундской Борусии на выезде, и это хорошо. Никто не сыграл с Борусией на подборе, они, наверное, просто были уверены в том, что Биллингем сейчас, ну, должен забивать. Как сейчас Ройста на Холланда, а тот с правой ноги забивает, и счет спустя час игры становится 3-0. Не знаю, сейчас будет ли он заменен или нет. Ой-ой-ой-ой, какой сейчас же все-таки момент. Кстати, Филипп, про которого я только что и сказал, что получил он травму, а он забивает. Здесь я решился все-таки Кобелем-то выйти, думал, просто сейчас накроет этот удар и все, но оказалось нет. Еще и оборона так никто на Дане не остался. В итоге счет Майнс тоже со своей стороны размочил. Финальный свисток, счет 3-1, уверенная выездная победа, дубль Холланда. И также один забитый мяч Малина, поэтому нападающий наш хорошо сегодня отыграли. Итак, Бранд нам говорит, что нужно ему чаще играть, он слишком мало выходит на поле, это плохо для его карьеры. Так, ну, пригодишься в нужный момент, я сегодня же все-таки его выпустил на матч против Майнса. Так, многие мне писали, я, кстати, читаю комментарии, поэтому обязательно пишите, если что-то интересное у вас будет. Давайте попробуем, почему бы и нет, время у нас хотя бы и мало остается, там уже до конца сезона, но мне интересно посмотреть. Многие написали, что если поменять Гюреру на позицию центрального полузащитника, 4 недели всего лишь, поэтому давайте мы попробуем, то у него скаканет рейтинг. Такая же штучка у нас произошла с Бейлом, когда мы поменяли ему с ПП на ПФА, вроде тоже у него изменился рейтинг. Поэтому давайте попробуем. Если что, Труферд у нас будет на двух позициях, точнее в двух составах на позиции левого защитника играть. Итак, Новая Зеландия нам предлагает стать главным тренером их сборной, мы отклоняем. Полное выздоровление у за году, вообще замечательно. Так, Сабаслай, говорит, в хорошей форме на последнее время. Да, мы его, естественно, выпустим, тем более у нас сейчас будет играть против Армении второй состав. Так, что у нас там за году? За году он, наверное, еще полностью не восстановился. Пусть тогда, как только прям восстановится, сейчас я даже посмотрю, когда это точно будет, тогда мы его прям и выпустим. Пока что, сколько еще, 13 дней, 2 недели у него перелом лодыжки все-таки был, поэтому пока что рано его прям сразу так в состав добавлять. Поэтому все, вот, вторым составом мы сейчас сыграем против Армении. Идут они на 15-м месте сейчас. Ну и у нас все-таки второй состав, но там у нас лидерство хорошее, поэтому очки потерять, в принципе, не жалко будет, если все-таки там равноценная будет у нас борьба. Поехали. Итак, сигналы Дуна Парк. Боруссия принимает Армению. В рамках Бундеслиги начинаем. Выступать и играть против Армении. Левым по флангам или все-таки правым. Пока что через Буаду. Вот находим. Буаду. Шикарная передача на Бранта. Тот на Колуму. Они... И это гол. Гол. 35-ая минута. 1-0. Кана. Супер. Через Бранта. И туда. И туда. И туда. На Буаду. Все. Опасный выход сейчас Буаду. Нужно увеличивать преимущество Боруссии. И так он и делает. 2-0. 81-ая минута. В хорошую контратаку убежали игроки Боруссии. И забили свой гол. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа. На суху отстоял Роман Бюрки. И следующая у нас очень важная игра. Как раз первый состав отдохнул. Будем играть за выход в четверть финала против Барселоны. И так. Сабаслай нас поблагодарил за то, что мы его выпустили. Так. Предложение по капитану Матс Хюмельс. Да. Мы ему дадим обязательно капитанскую пояску. Голландия и Бразилия. Интересуются мной как главным тренером их сборной. Но у нас первый состав выходит. Состав на ваших экранах. Посмотрим. Как у нас получится отыграть. 3-1. Напомню, мы обыграли Барселону на выезде. Вот посмотрим, что будет на БВБ стадион. Итак. БВБ стадион Дортмунд. Именно так называется сигнал Дуна Парк во время Лиги Чемпионов. Баруся Дортмунд принимает Барселону. Ответная игра в рамках 1-8 Лиги Чемпионов. Начинаем. Отбивает снова на угловой. И, а вот так, как вам? А вот так. Мац Хюмельс открывает счет в сегодняшней встрече. Вот так вот. Аканджи аккуратненько скинул на немца. И тот открывает счет в сегодняшней встрече. 4-1 в общей сумме. И нужно Барселоне забивать как минимум 3 мяча, чтобы выходить в четверть финал. Ну, вы просто посмотрите. Здесь потащил Терштеген, но все равно удар был с очень близкого расстояния. А, это еще и на Серджио Роберто записали автогол. Рядом он стоял, поэтому вот как-то так. Даже не Мац Хюмельс, а Серджио Роберто забивает мяч в свои ворота. Через центр Аканджи отлично. Вицель, здесь еще и Эмриджан отлично подключается к этой атаке. Подача на дальнюю. Холланд! А вот сейчас именно Эрлин Холланд забивает. 2-0. Баруси увеличивает свое преимущество еще в первом тайме. 5-1 в общей сумме. Немцы переигрывают испанцев. Вы посмотрите, какая шикарная передача на дальнюю. И Холланд забивает. Забивает очередной мяч в ворота Барселоны. Финаль с исток. Две победы подряд Баруси одержала над Барселоной. Со счетом 3-1 на выезде и 2-0 дома. Сухая победа в Лиге Чемпионов. Ну и отличную игру провела наша команда. Ну что же, стали известны четвертьфинальные пары в этой Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим на нашего возможного соперника. Во-первых, Манчестер Юнайтед проходит Спортинг. Два матча они выиграли со счетом 2-1. Бавария проходит Лиль с общим счетом 5-3. Пассажир, казалось бы, дома вроде 4-3. Мальмы вообще молодцы. В каждой игре смогли забить парижанам. 7-4 они проходят дальше. Сити, мне кажется, уверенно все-таки перешли. Интер 4-1. Атлетика Мадрид переиграли Шахтер со счетом 5-3. Челси прошли Вильяреал со счетом 3-1. Мы прошли Барселону. А в Вольфбургу немного не хватило против Ливерпуля. То есть соперники абсолютно все очень трудные для нас. Это и Ливерпуль, это и Челси, это и Атлетика Мадрид, и МЮ, и Бавария, и ПСЖ, и Манчестер Сити. То есть здесь, мне кажется, это самая жесткая пока что жеребьевка. В четвертьфинале очень мощные 8 команд у нас остались. Поэтому будет интересно, в принципе, против кого мы сыграем. Но, как вы видите, сегодня мы ни с кем не сыграем. Вот даже после матча с Барселоной у нас все равно остается последняя игра именно против Кельна. Поэтому нашего соперника в четвертьфинале вы узнаете уже в следующем выпуске. Ну что же, у нас матч против Кельна. Будем играть вторым составом. Чтобы дать отдохнуть первому после Лиги Чемпионов Кельн, Барусия. Мы начинаем. Итак, мы в городе Кельне. Принимает нас одноименный футбольный клуб на выездном для нас матче Бундеслиги. Кельн против Доркмундской Барусии. Приятного вам просмотра. Ну что же, обыграли Барселону. Вышли в четвертьфинал. Интересно будет, с кем мы сыграем в четвертьфинале. Даже я лично не посмотрел, с кем. Поэтому будем бороться. Еще из-за чемпионства в Бундеслиге. А вот и Буаду сразу же на четвертой минуте открывает счет в этом матче. Шикарный матч. По афише, мне кажется, и тем более для второго-то состава. Сейчас больше на них буду делать акцент в матчах. Редко буду пускать первый состав. Только там, наверное, в Лиге чемпионов и против серьезных соперников в Бундеслиге, либо в Кубке уже на финальных стадиях. Ну а пока что пусть довольствуются игроки второго состава. Неплохо. Очень даже неплохо. Здесь еще и Бранд дальше. Вы посмотрите, Буаду. Буаду отдает на пустырь для Колумуани. И перед самым перерывом увеличивает Баруся свой отрыв. Шикарный играет. Вот это вот связка нападения Колумуани и Буаду. И опасный удар Шкири. Наверное, я правильно здесь прочитал. Или Шири. Напишите в комментариях, как правильно читается фамилия. Ну, Шири. Я не знаю, как правильно КХ. Какой звук дает. Муани на Цабаслая. И ну здесь надо добивать. Здесь надо добивать. И добивает Юлиан Бранд, я надеюсь. Или это снова же автогол, как в матче с Барселоной. Сейчас посмотрим. 68-я минута. Бранд забил. Да. Записали на Юлиана Бранда. Все замечательно. 3-1. Снова у нас разница в два мяча. Хорошую передачу снова на Колумуани отдает. И хороший заброс на Бранда. И тот забивает. С капитанской повязкой Бранд оформляет дубль. 78-я минута. 4-1. Итак, снова Колумуани. Вот парень сегодня просто шикарно играет. Но не шикарно играет вообще оборона. У Кёльна. И шикарно вот так вот просто довели атаку. Я хотел на Бранд отыграть, но там как-то не пошла подача. Поэтому такое у меня небольшое затище было. Сейчас 5-1. 5-1. Вот здесь у Сабаслая. Но я пытался как-то еще и сбросить мяч на Бранда, но не вышло. Но не вышло. В итоге забил Боаду. Тоже дубль. Ну а вроде как там не знаю кто отдал голевую передачу сейчас. Именно сбрасывал. Колумани через Бранда. Тут уже шире отбирает мяч. И все. Разгромная выездная победа. 5-1. Дортмунд ликует. Ну и это был последний матч на сегодняшний выпуск. Итак, нам пришло предложение по Тобиасу Рашлю. Расчель. Не знаю как про... Рашель, наверное, все-таки, да. Потому что вот С, С, Х, это Шальки также пишут, поэтому Рашель. Итак, в Базель за 2,5 миллиона давайте мы сразу же будем соглашаться. Выше рыночной стоимости предложили. Это уже значит плюс. Ну что же, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok